ребят приветствую давайте сегодняшнем видео я вам расскажу про свое кемпинговое снаряжение сейчас как раз лето время выездов семьей куда-то за город путешествие у меня куча куча всякого барахла много всего перепробовал и сейчас в этом видео такой сделал коротенький обзор своего именно кемпингового снаряжения про снаряжение для машины мы уже говорили не однократно а это именно те вещи которые необходимы для там выезда выходные или просто куда-то путешествие на вашем автомобиле барахла как видите много у меня всякого да ну давайте начнем со стола первое стол у меня значит такая вот компания называется canadian temper этот стол он сложный в состоянии ну вот примерно да что вы понимали такой не очень тяжелый можно перевозить его либо в багажнике но я перевожу сверху в автобоксе так что из себя представляет этот стол давайте буду доставать буду рассказывать ну во первых да он конечно же очень реминивый самое главное то есть я вообще за уже по процессу многих лет пришел к тому что все снаряжение должно быть максимально легкое и занимать минимум объема потому что когда у тебя там стульчик один например удобным но большой к нам стол удобным это все складывается у тебя тут такой воров а прикиньте да если у вас там едет группа например семью меня большая семья да то есть вот мне на каждого там стол стул спальник там коврик и куча куча барахла то есть даже мой большой крузак на самом деле весь объем вместить не может ну так вот стол это значит смотрите вот такой чехол у него очень удобный чехольчик сам стол выглядит таким вот образом сейчас давайте соберу и покажу конечный вариант таким вот образом выглядит стол канадин кемпер очень мне этот стол нравится долго искал его к сожалению даже на период когда я его покупал в прошлом году их было мало в продаже в россии сейчас в этом году я не знаю вообще можно ли его найти ну так то можно взять ведь одной рукой он поднимается легко спокойно ну и плюс он достаточно большой то есть на там четырех человек в принципе его вполне хватает так что стол рекомендую теперь давайте про стулья поговорим стулья у меня опять же максимально легкие компактные это все стулья впервые я попробовал такой стульчик компании сплав они мне прошлом году его подарили я как-то так всегда скептически относился к подобного рода стульям ну они с виду конечно не вызывают никакого восторга вот видите да вот такой маленький но на самом деле стулья очень хорошие быстро собираемые но как вы видите да то есть вот он разобрался фактически сам легенький опять же алюминий и здесь у нас идет вот такая вот штука накидка она же которая собственно говоря выполняет роль в седалище стульчик готов вот этот стульчик компании сплав есть у него конечно и как и плюсы так и минусы минус на мой взгляд том что вот это вот задняя стенка насечетая но во первых если летом то комарики могут вас сзади так сказать снасильничать если мы говорим уже про осень весна да когда погода переменчивая ну либо если вы где-то в холодном месте например где-нибудь на баринцевом море то спину задувает то сидеть на нем полно то есть нужно какой-то ну коврик например туристический сюда стелить либо ну что-то кидать в общем куртку может быть потому что мне было холодно то есть мне спину дуло но когда летом часу допустить например жара там 30 градусов сейчас конечно вот идеально этот стульчик просто офигенно сейчас покажу как на него присесть в общем таким вот образом выглядит этот стульчик удобно в руках у меня второй стульчик это уже от друга к другого производителя заказала его на озоне стоит он на самом деле недорого что-то в районе двух тысяч рублей примерно та же самая конструкция но как я сказал что ранее другой производитель все то же самое соответственно проблем с этими стульчиками нет спокойно заходите в интернет ищите заказывайте и пользуйтесь есть еще одна версия с длинной спинкой а сейчас его тоже заказал но на алиэкспрессе тоже стоит также 2000 рублей спокойно все это дело приобретается спокойно этим пользуйтесь собирается вот видите сами буквально две минуты разбирается столько же там ну можно минуту дольше но очень удобно использовать самое главное мало места занимает тоже все стульчики которые продаются которые в том числе я использовал они достаточно громоздкие большие если не занимает там пол багажника а это кстати вот это такой папа посерьезнее помощнее передавать немножко про посуду в качестве контейнера до для хранения продуктов точнее продуктов посуды у меня выбрана такая термосумка компания артика ними давно и подарили что-то несколько лет назад я вожу и она уже на самом деле вся истрепалась и я каждый раз когда беру в руки думаю надо поменять надо поменять и вот уже два года надо поменять но я хочу перейти сейчас на пластиковый контейнер чуть позже покажу то есть такой пластиковый контейнер очень удобный мне понравилось в нем как бы опять хранить посуду и продукты так есть чем у меня здесь на самом деле вообще не знаю надо ли все рассказывать показывать интересно ли это кому-то про посуду но первого доска до пластиковая прошелевка дальше меня вот эти вот наборы посуды компания seattle summit видите на крутая компания занимается производством различного снаряжения и оборудование для альпинизма и вот здесь в том числе у них есть такие наборчики здесь большая чашка маленькая чашка кружка я сам еще дополнил таким маленьким стаканчиком в общем то вот ну собственно говоря здесь у меня два таких набора в принципе вот на мою семью этих наборов хватает даже на самом деле с группы когда ездим но все равно у ребят всегда есть какие какая-то своя посуду не плюс от моя посуда общественная нам всегда ее хватает за глаза даже часть не используем так что у меня еще здесь интересного здесь еще такая вот кастрюлька тоже обязательно кастрюлька тоже компании seattle summit это на 2 7 литров использую ее там для кипячения воды чего-то где-то когда-то но в в период когда ничего не кипячу просто складывают там всякие специи приправы чай и прочее немножко про горелки но во-первых до стандартный классический джет бойл все знают что это такое кто не знаете обязательно зайдите в интернете посмотрите но это такая специальная горелка мобильная компактная для альпинизма в основном точнее она используется в альпинизме но я всегда использую и своих автомобильных поездках машине но не себя лежит прочее то есть используется обычно для кипячения воды для чая если мне нужно что-то большое например кастрюльку с пяти до то есть для кастрюльки у меня есть отдельная горелка такая мультитопливная горелка она выглядит примус тоже очень крутая хорошая горелка работает на любом топливе но обычно пользуюсь только газом газовый баллон горелочка и все это дело прекрасно прекрасно киптится вода горелка хорошая в свое время покупал за достаточно большие деньги сейчас не знаю честно сколько она стоит но вообще ни разу не пожалел потому что эта горелка тоже всегда со мной в том числе и в зимних экспедициях зимних поездках еще одно из моих наверно самых удачных и самых хороших приобретений это такой мобильный душ купленный компании decathlon кеча я кеша крутая вещь сейчас распакую покажу вам так что из себя представляет этот душ обычная емкость резиновая куда наливается 10 литров воды дальше она закрывается и куда нагнетается давление вот этим насосом это как клапан сброса что вы так сказать не перекачали да поэтому не переживайте он не зарвется здесь внизу обычная лейка которая запускает воду очень классно всегда можно руки помыть ноги лицо мыть посуду ну и вообще очень очень удобно то считай водички налил 10 литров у тебя таким вот образом всегда есть куда-то встал где-то лагерем опять же это мобильный вариант то есть когда вы перемещаетесь то есть его не надо никуда крепить не надо там вешать не надо дополнительные какие-то конструкции просто мобильный вариант вот домой приехал там сезон закончился взял его закину на балкон куда-то в гараж и так сказать забыл про него для перевозки барахла я конечно же использую таки от транспортные баулы от компании баск у меня куча этих баулов разных размеров там минимальные 45 литров максимально по 150 большой ряд серийный и соответственно очень удобно сюда вещи складывать личные вещи там снаряжение там те же допустим спальники коврики сюда все покидал большой баул баул закинул и как бы поехал дальше тоже рекомендую плюс они герметичная то есть он не промокает мне не страшно его оставить где-то на улице не страшно его и извозить грязью где-то там на грязный полбросе да опять же он прорезиненный легко вымывается моется легко приводится в порядок ну и самое главное удобно да то есть такие вот ручки то есть можно на плечи его закинуть на плечи таким вот образом можно просто взять за ручки тоже опять же путем долгих экспериментов я пришел к таким баулом есть балу других фирмов фирм не обязательно баск просто знаете да что я люблю баск я являюсь амбассадором компании баск и давно с ними дружу вот поэтому использую и баулы но на самом деле можно купить баулы других компаний других производителей но чтобы понимали просто принцип именно баулы рюкзаки туристические неудобно то есть не рекомендую использовать потому что они достаточно громоздкие у них жесткая спина то есть формованная да то соответственно вы рюкзак вроде он большой там на там на 110 литров например да то есть в него влазить много но один рюкзак сюда положил он занимает пол багажника и вот самое главное что он занимает много полезного пространства своим без своими бесполезными частями то есть вот эти вот поясная система плечевая система до спина то есть все это дело достаточно емкая жесткая не гнется и то есть ну никак не использовать и еще вариант да то есть бывает что чемоданы используют идет самолетные да красивые такие на колесиках тоже модные всякие цветы цветные тоже для автомобильных путешествий не рекомендую бестолково бесполезно опять же занимает очень много места громоздко если эту сумку загрузили да то есть положили там что-то сверху накидали она у вас еще так сказать приняла форму пространство форму вашего багажника и вы сюда там так плотненько все нагрузили потому что золотое правило что какая бы ни была большая машина места всегда не хватает всегда найдется то чем это место занять поэтому рекомендую именно транспортные баулы ну либо транспортные сумки тоже есть не обязательно баула есть просто такие же похожие транспортные сумки так продолжая тему питания конечно же газовый гриль от компании о гриль тоже одно из моих на самых удачных приобретений точнее подарков ребята мне подарили этот гриль еще два года три назад я тоже сначала как-то как скептические долго на него смотрел брать не брать нужно вообще не нужно непонятно было сейчас я понимаю что то есть я без гриля вообще никуда не выезжаю у меня всегда летом в летний в летнем период либо там весна осень когда тепло то есть он не всегда лишь в багажнике его даже не вытаскиваю по сути с грилем предсказать любое путешествие становится вкусным много где у меня уже этот гриль был фильмах моих много не про него рассказывал показывал еще раз давайте коротко пробегусь обычный газовый гриф правда у меня уже такой грязи грязненький достаточно много им пользуюсь вы реально много потому что я еще плюс группами езжу у меня модель это по-моему по-моему 700 самый маленький 500 потом идет по моему вот этот 700 800 и 900 вообще здоровый этот 700 на большую компанию допустим человек на 5 6 7 вот этого гриля хватает если вас там двое-трое семья то конечно же его много можно нам например там взять маленький 500 и вот но если у вас команда если вы эти группы то именно вот такой лучше брать 700 и либо даже еще больше опять же если у вас большие группы там по 30 по 40 человек гриль подключается от газа можно использовать вот такие классические газовые баллоны на резьбе с резьбовым соединением через переходник здесь подключается переходник и вкручивается баллон но расход у него достаточно большой от этого баллона хватает там на точно не скажу но несколько готовок там 34 может быть готовки таких полноценных на большую команду и он быстро заканчивается можно сюда подключать баллоны которые такие длинненькие цанговые так называемые да тоже суда подходит через другой переходник но я на самом деле пользуюсь сейчас покажу другим композитным баллоном мой вариант баллона вот такой пластиковый композитный легкий баллон емкость 5 литров называется он life safe так вот выглядит композитный газовый баллон объем 5 литров вес 2 килограмма видите да очень крутая вещь я специальный вы искал именно такой это самый маленький дальше идут по моему 7 литровый уже другого производителя не такие достаточно большие потом 12 вообще здоровый до смысл в том что этот 5 литровый он удобно встает у меня под спальник специального вас по высоте примерно канистры с маслом и удобно его транспортировать ну и объем 5 литров то есть этих 5 литров газа я заправлял его еще в прошлом году летом перед поездкой на алтай вот до сих пор у меня еще газ не закончился заправляется на обычно заправки на обычную за газовую заправку приезжаете у ребят там есть заправщиках есть специальные переходники подходите там говорите вот заправьте баллон на него заправляют проблем с ним нету рекомендую тоже баллончик офигенное приобретение вот именно в добавок газовому грилю обязательно классическая армейская плач-палатка у меня их обычно там две-три штуки одну я использую просто как носил на спальник чтобы не испачкать покрытие меня здесь к обычной кучи всякого барахла там вплоть до того что там я железки запчасти перевожу а вторую плач-палатку просто вожу опять же в автобоксе например приехали часу там детям надо расстелить я просто ее кинул на землю расстелил дети соответственно не тусуют тусуются спальник например жалко расстилать да потому что они могут испачкать его замарать ну и плюс его потом сушить если опять же он где-то испачкается промокнет сложно с плач-палаткой вообще проблем нету тоже рекомендую вообще универсальная вещь плач-палатки можно кучу-кучу всяких вещей делать полезных там быту хозяйстве там путешествие но отдельно отдельно про нее не буду не буду рассказывать слишком долго просто возьмите оцените давайте про туристические коврики поговорим еще моя любовь так сказать надувные коврики компании алексики на самом деле не просто нравится изделие именно этой компании алексика вот но такие коврики много кто производит у меня есть и коврики там других фирм там какой терморез например да то есть такой считается топчик да премиум тот коврик я использую в основном для альпинизма когда в горы ходил раньше последние два года никуда не хожу вот в чем плюс этих ковриков на самом деле сейчас давать один достану вам например вот этот размер 183 на 63 и 38 толщина например для для меня то есть вот для взрослого мужика там вес там 80 с копейками хотелось бы 80 ровно но к сожалению пока с копейками для меня вот самый оптимальный такой размер там стоит длина 100 98 ширина 66 а толщина ковра 5 сантиметров идеально то есть на самом деле да он чуть побольше чуть тяжелее там побольше в нем воздуха но вот именно для меня он идеален на любую поверхность вот вообще на любую вплоть до того что даже вот на скал на скалах его расстилаешь и спокойно отдыхаешь спина отдыха спина дыхает для для если вы чуть поменьше там для девчонок для детей то можно например вот такие вот там 38 сантиметра толщиной они чуть поменьше опять же но нисколько не хуже выполняют там свою функцию так сказать способствующую отдыхать отдыху тела коврик выглядит вот так вот здесь у него клапан открываем клапан и надуваем ну и он вообще он считается самонадувающейся я якобы его там открыл положил там подождал он сам надулся может быть но у меня обычно не хватает терпения просто ртом так сказать его немножко поддул подкачал и все и получается у нас полноценный коврик он гораздо вот именно такое самонадувающийся коврик гораздо лучше эффективнее обычного классического каремата дали вот там пенка каким как его еще называют обычный классический этот в рулонах коврик туристический во первых да занимает меньше места то есть вот видите да вот он это я очень не сдулся все можно еще сдуть он еще мимо и меньше места займет его можно сложить пополам он легче гораздо на у нее есть чехольчики опять же удобно складывать и он именно этот коврик обеспечит гораздо лучшую изоляцию тела с поверхностью земли ну либо где в том месте где вы отдыхаете за счет этого лучше высыпаетесь спине гораздо комфортнее да то есть именно вот этот коврик он лучше скрадывает все неровности поверхности там какие-то маленькие камушки коренья например мы всегда если в лесу где-то останавливаешься вообще в неважно где останавливаешься с палаткой да всегда есть какие-то неровности вот сто процентов есть и обычный классический коврик туристический там виде пенки да он как раз все эти неровности ну да какую-то часть он конечно скрадывает но он больше предназначен для обеспечения изоляции тела и так сказать тепла чтобы у вас тепло тела да то есть не уходило в землю а этот же коврик он мало того что он обеспечивает теплоизоляцию он еще обеспечивает как раз возможность вашему телу спокойно отдохнуть скрадывая всякие мелкие неровности камушки опять же проверено уже много раз у меня этих ковров дофига всякие военные гражданские туристические там гармошками рулонами такие надувные такие другие я перепробовал все вот у меня сейчас реально у меня сейчас раз два три четыре то есть четыре таких вот ковра именно алексе когда надувных то есть это вот конкретно там на мою семью то есть но и для меня когда если я куда-то путешествую очень хороший коврик использую там при ночевках в палатках и даже когда в машине ночью вот здесь да здесь у меня сейчас поверхность спальника она жесткая просто где деревянное покрытие у меня соответственно тоже надул его сюда расстелил и спокойненько отдыхаю прям кайфую как говорится еще нельзя путать вот такие вот туристические надувные коврики с обычными надувными матрасами все знаю практически на у всех есть дома надувной матрас и некоторые люди там по ошибке берут с собой в поездку именно вот эти надувные матрасы стелят их в машине там на сиденье например когда спят либо просто на улице в палатке делать этого нельзя по той причине что надувной матрас в нем очень большой объем воздуха то есть представляете да он казалось бы вот такой толстый казалось бы должно быть очень мягко на нем очень тепло на самом деле как раз неправильно на нем да может быть мягко но на нем не тепло наоборот холодно потому что очень большой объем воздуха и вы представляете телом то есть вы должны телом этот объем воздуха прогреть сначала да чтобы вам было тепло соответственно такой объем я не знаю сколько я не знаю я правда сколько там объем но достаточно большой если у вас там например матрас там 10 сантиметров, там, не знаю, там, 2 на 50, вот, то вы, конечно же, его не прогреете, если на улице еще и, если летом, летом, в принципе, вот сейчас вот жара, да, то есть днем 30 градусов, вечером вчера было, ночью, что-то в районе там 25, тоже тепло, в принципе, нормально, но если вот чуть-чуть подуло, если вы где-то там повыше в горах, например, да, либо где-то у моря, где высокая влажность, где ночью всегда прохладнее, то там вы на этом надувном матрасе просто замерзнете, поэтому я категорически вам не советую покупать именно надувные матрасы для поездок, для путешествий, дома где-то бросить, там, например, к вам приехали гости, там, вот, или вы куда-то приехали, там, кому-то в гости, да, достали свой матрас, там, просто в квартире в теплой, где хороший теплый пол нормальный, там, расстелили, накачали, легли спокойно, переночевали, там, утром собрались, уехали, то есть такой вариант, да, именно для домашнего использования в теплых помещениях с теплым полом, для использования на улице, вне дома, да, то есть даже в машине, на самом деле даже в машине, когда спишь на этом надувном матрасе, очень холодно, то есть вот и сам проверял, и ребята, кто со мной ездили, вот бывает, что вот я прям говорю, ребята, берите вот такой вот нормальный коврик, нет же обязательно всегда кто-то возьмет вот ради эксперимента попробовать, на самом деле он просто дешевле, вот, то есть вот это вот, такой коврик сейчас, не знаю, стоит, наверное, тысяч 10, именно лексика, да, то есть можно подешевле найти какой-нибудь, однозначно, то есть этот надувной матрас стоит там 2000, конечно возьму за 2000, казалось, это же тоже воздух, та же самая фигня, а вот нифига не та же самая, то есть это другое, поэтому берите именно, вот именно надувные туристические коврики, ни в коем случае не надувные матрасы. И ну давайте теперь про спальники, да, раз заговорили про коврики, спальники тоже, на самом деле, мне очень нравится компания Алексика, ну как-то так появилось, да, что у них есть хорошие спальники, одеялом, что это значит, это значит, что спальник, вот так вот он выглядит, да, обычно туристические спальники, они все к оконам, то есть вот эта вот нижняя часть у него, да, вот здесь, она у него, ну как правило, там сужена и закрыта, ну может быть даже если она открывается, то есть, ну как правило, она не до конца, нижняя часть, чаще всего она, так сказать, сшита и заужена, опять же, это сделано для того, что когда вы, ну опять же, во-первых, для уменьшения веса, потому что рассчитан этот спальник, точнее не этот, а конкретно туристический спальник, он рассчитан на походников, на альпинистов, то есть там каждый, каждый 100 грамм ты на себя ощущаешь, когда ты идешь, там, не знаю, пирачишь, там, несколько дней, да, по горам, там, с весом килограмм 25 тебе за спиной и проходишь в день по 15 километров, то ты, ты реально каждый 100 грамм ощущаешь, то есть я это знаю, как бы не понаслышке, на себе все это дело прошел, так вот, этот спальник, он кемпинговый, на самом деле, ряд фирм производят такие спальники, не только, не только Алексика, ну вот мне так повелось, что мне эти спальники, как бы, зашли, понравились. Спальник этот кемпинговый, он достаточно большой, видите, да, то есть он объемный и он одеялом, то есть что это значит, это вот так вот хоп его расстегнул и стало у вас большое-большое такое одеяло, то есть можно этим одеялом укрыться вдвоем, например, да, вот, просто опять же для примера, вот по ширине машина, да, видите, да, какой спальник, можно его застегнуть, закрыть, можно их застегнуть два, например, положить второй сверху и просто застегнуть замками, у вас будет такой большой двухспальный большой кокон. Опять же, очень удобно именно для путешествий, там, с семьей, там, с друзьями, знакомыми, с женщиной, с мужчиной, если вы женщина, мужчина с мужчиной, не приветствуется, сразу скажу, даже не думайте. Так вот, и, короче, рекомендую спальники Олега, разные есть, есть на зиму рассчитанные, по-моему, Олексика Тундра, есть там демисезонные Олексика Сибири и есть летние, да, Олексика Саммер, то есть у меня несколько их разных, то есть на разную погоду. Да, как бы у них есть там небольшой минус, то, что они достаточно тяжелые и объемные, это вот летний вариант, то есть он большой, видите, плюс у него вес 1,7 килограмма, то есть для спальника походного это очень много, то есть в поход бы я с таким точно не пошел и в горы бы не пошел, а вот для путешествий на машине самое то, кружу в машину спокойно, там, 1, 2, 3, 5 накидал, как бы, я же не на себе это везу, место есть, как бы, в компрессионные мешки их столкал и все, можно спокойно ехать. Либо в машине спать, либо там где-то на улице, в палатке, в общем, удобно, рекомендую Олексика, либо какие-то другие бренды, опять же, по цене, то есть сейчас эти Олексика спальники, ну, достаточно дорогие, когда в том году покупал, они еще стоили как-то, ну, приличных денег, сейчас, на мой взгляд, все это стало очень дорого, вот, но есть похожие спальники у моих друзей, у компании Баск, он у меня тоже есть, сейчас покажу, кстати. Вот такой вот так вот он выглядит, суперлайт, похожая модель, точнее, похожая по конструкции, тоже одеялом, я вот не помню, пуховый или нет, по-моему, нет, по-моему, не пуховый. Эти, кстати, не пуховые, это синтетические, но на самом деле, опять же, пух, он все-таки больше для альпинизма, там, где нужны максимально легкий вес, да, и максимальная теплоизоляция. То есть здесь, в принципе, для, там, демисезонной путешествий пух необязательный, пух это сразу ценник X2, чтобы вы понимали. Вот, это тоже, скорее всего, не пух, это тоже, наверное, обычная синтетика, вот так вот он выглядит. Доставать не буду, примерно то же самое, по цене, честно скажу, не знаю, потому что я, как амбассадор компании Баск, многие вещи беру на тестирование, потом даю ребятам обратную связь, да, по использованию этих вещей, и цену я, к сожалению, не всегда знаю. Вот, ну, по крайней мере, все это в России производится, будем поддерживать отечественного производителя. Подушечка, то есть вот очень важно, ну, я, например, да, я люблю спать на подушке, кто-то использует, например, мешок от спальника, туда забивает вещи, да, и можно на нем спать. Ну, мне вот нравится подушка. Вот в этом году, наконец-то, я нашел спустя много лет более-менее приличную подушку, тоже в компании Decathlon. Они, кстати, мне не заплатили за рекламу и даже ничего не предоставили бесплатно, хотя могли бы, вот, рекламирую, так сказать, бесплатно. Ну, просто много у них классных всяких вещей, и плюс, самое главное, да, доступны по ценам. Поэтому вот, такая вот подушка, называется она, вот так вот, она надувная, да, а сверху у нее такой чехольчик. Чехольчик снимается, стирается, сама подушка внутри, очень приятная, очень мягкая, прям вот, я с нее реально кайфую. Про палатки, наверное, ничего не буду говорить, потому что такая вещь индивидуальная. У меня много разных палаток есть, там, и вот, например, такая вот большая, тяжелая, трехместная палатка-сплав, чисто кемпинговая, потому что на себе ее таскать нереально. Она весит 4,5 килограмма, ты ее замучишься таскать. То есть, это чисто автомобильный вариант, но она большая, она там, на всю семью. Есть палатки у меня максимально легкие, там, одиночные, есть палатки альпинистские, тоже суперлегкие, там, супердорогие. У меня МСР, моя любимая палатка, она очень крутая, стоит сейчас, не знаю, вообще безумных денег, наверное, там, по 1000 долларов она стоит сейчас. Вот, есть палатки там в разных брендах, всякие пробую. Не могу сказать, что вот какая-то лучше, какая-то хуже. Всегда разные беру, то есть, где-то беру одну, где-то другую, где-то третью, где-то вообще в машине сплют. То есть, сейчас у меня тут крутой спальник, поэтому я зачастую, последний раз на Кавказ ездил, я вообще все время спал в машине. То есть, реально, вот 100% времени я спал в машине. Ну, мне было комфортно. То есть, у меня тут так все быстренько сейчас раскладывается. Вот. Единственное, я не пробовал палатки, которые такие вот, они быстро раскладываются, да, там, как там, быстро возводимые. Я даже не знаю, как правильно называется, да, быстро раскладные, там, быстро сборные палатки. То есть, ты ее просто положил, да, то есть, там, достал чехла, она хоп, такая вся встала. Тоже продаются, в основном продаются в компании Декатлон, в магазинах Декатлон. Вот. Я такими не пользовался. Вот. Про них ничего не могу сказать. Не знаю, удобные, неудобные. Вот, на самом деле, тоже все хочу уже, там, второй год, такую палатку себе купить. Хотя бы, там, одну на группу, да, вот, чисто когда с туристом езжу, чтобы кому-то из ребят дать, вот, там, чтобы пользовались. Вот. Но цена у них такая, немножко кусача, да, и меня этот момент останавливает. Вот. Опять же, бесплатно мне компания Декатлон их на тестирование что-то не хочет давать. Вот. И сейчас, наверное, не дадут. Вот. Поэтому. А, у Баска тоже есть палаточки, тоже басковские палаточки есть у меня. Ладно. Короче, про палатки все сказал. Выбирайте сами, какие вам больше нравятся. Вот, про палатки, наверное, все. И давайте немножко еще про мелочевку, про всякую. Ну, например, фонарики, да. То есть у меня два вот таких фонаря есть. Но, честно скажу, мне их не хватает. Нужно еще там хотя бы, например, парочку таких. Первый фонарик. Вот этот вот Умлайт, Юнилайт. Хороший фонарик. Так вот называется. Его преимущество в том, что он на магните. То есть эта вот часть у него магнитная. Вот, хоп, повесил, включил. Он светит. Куда-то там сбоку на салон, на машину, точнее, прикрепил его. Направил. Он светит. Очень ярко светит. Батарейки хватает тоже относительно надолго. Можно куда-то закрепить его на стойку. Здесь есть резьбовое такое соединение. В общем, хороший фонарь. Прям вот он и для кемпинга, и чисто для машины. Удобный. Второй у меня еще есть фонарик такой вот еще. Тоже компания Кечера. Купленный в Декатлоне. Светит он так не очень сильно. Есть у него красный цвет, есть белый. Два режима. Обычно вечером на стол его поставил. Ну, за обеденным столом, где мы находимся. На стол поставил. И, в принципе, стол он освещает. Ну, и создает такую, как бы, приятную атмосферу. Ну, я бы купил еще парочку таких. То есть, вот, ну, реально куда-нибудь так вот их в разные места поставил. И, в принципе, можно пользоваться. Ну, и самое главное, чтобы на машине там по периметру на крыше было освещение. То есть, это вот все-таки лучшее самое освещение. Это именно стационарное автомобильное освещение. Потому что все вот эти фонарики, ну, они, как правило, не спасают. Реально не спасают. Да, они могут там создать там небольшой уют, но кардинально задачу не решат. То есть, лучше на машине включить там боковой свет, задний свет, осветить зону и спокойно там уже заниматься там своими бытовыми вещами. Дальше есть еще у меня такая штука, вот, называется термосел от компании термосел. Это отпуговитель комаров. Здесь внизу вкручивается газовый баллончик. Такой-то маленький тоже от компании термосел. Вкручивается баллончик. Сюда сверху вкладывается пластина, которая должна, так сказать, при выделении тепла испарять вещество, которое отпугивает комаров. То есть, эта штука, она вот так вот поворачивается, загорается. Вот здесь вот закарается тен. Ну, точнее, загорается огонь. Тен нагревается. Соответственно, пластина, которая здесь лежит, испаряет вещество. Комары разлетаются. Это тоже хорошая вещь, реально прям работает, по крайней мере, за столом, в области стола комара ни одного нету, точно. Вот тоже всегда вожу с собой, по крайней мере, летом. Так, что у меня тут еще? Ну, стандартный обычный топор, да? Топор всегда. Да, причем именно я решил возить такой большой, то есть, у меня еще был маленький топор, но я от него отказался, именно в пользу большого. Маленьким топором, ну, особо, на самом деле, там ничего такого не сделаешь. Этим топором можно уже прям хорошо ветку большую отрубить, там, ствол дерева, то есть, где-то свалить, если на дороге, например. Тоже вот именно топор, большой топор, на мой взгляд, гораздо эффективнее. Ну, и плюс еще есть такая вот маленькая пила. Такая вот Fiskars, удобная, выдвижная. Но, опять же, я бы, на самом деле, лучше бы взял, наверное, электропилу. Вот такой вот мой вывод, потому что вот этой штукой, ей можно попилить небольшие ветки, например, на костер. Ну, вот, элементарно, там, какие-нибудь, там, сучки, веточки, какие-то небольшие деревца можно попилить на костер, и, в принципе, да. Но если у вас упало дерево, например, вы идете по дороге, поедете по дороге, у вас просто упало дерево, либо там просто какой-то пенек здоровый, то вот этой штукой, конечно, с ними ничего не сделают. То есть там нужна просто либо бензиновая пила, либо электрическая. Опять же, бензиновая не всегда может запуститься. Есть, бывали у меня случаи, когда бензиновые пилы там не работают. Про контейнеры я еще вначале говорил, да, давайте сейчас закончу тему. Я нашел такие вот пластиковые контейнеры. Раньше продавались они, по-моему, в Кастораме, назывались там вот так вот, Магнусом. Сейчас они под другим брендом продаются на сайте все инструменты. Стоит, зараза, правда, дорого, что-то там по 4 тысячи, по-моему, каждый контейнер, но очень удобный, рекомендую. То есть здесь у меня вот, например, вот в этом контейнере у меня все, что касается там именно желтого. Здесь у меня куча всяких там пакетов с корнедовым, да, всякая-всякая еда. То есть топор, какие-то там горелки, здесь газ у меня лежит. То есть вот так вот он выглядит. Он очень крепкий, то есть он прочный. Его реально, чтобы сломать, я не знаю, что нужно сделать. То есть он даже как бы, ну, такой монолитный, да. В то же самое время он не тяжелый. То есть еще один такой же контейнер у меня отдельно под еду. Сейчас вот я ту сумку с тарелочками на самом деле сейчас хочу выкинуть. И вот использовать уже чисто контейнер едовой, да. То есть там все тарелки и там продукты туда складывать. Опять же очень удобно, у него цельное дно. Если где-то что-то протекет, там, не знаю, раздавили помидор, то он останется здесь внутри. А не будет у вас там где-нибудь по салону или там по сумке. То есть помыть его вообще без проблем. Вытряхнул с него просто лейкой там водой облил и все, он чистый. То есть тоже мое, так сказать, недавнее открытие, именно пластиковые контейнеры. И вот такие вот. Потому что все, что продается, так сказать, где-нибудь там в Леруа Мерлены, да, всякие, кто там, Касторамы, да, всякие такие вот тоненькие, прозрачные, вы видели, да, пластиковые контейнеры, они такие прям мягкие, гибкие. Они, с одной стороны, удобные, да, легенькие. С другой стороны, они постоянно ломаются. Если ты его закинул там, что-то в него наложил там, не знаю, поставил там канистру, не знаю, ключи кинул, то его просто прижало и сломало. То есть вот этот контейнер не ломается, очень крепкий и такой прям продуманный. Плюс их можно друг на друга ставить, там, встроить целую, так сказать, систему контейнеров. И обязательно вот такая вот мобильная горелка на обычном цанговом баллоне. Тоже продается в любом туристическом магазине. Да и горелка, в общем-то, тоже стоит недорого. Не знаю, там, может, тысячу-полторы. Этой горелке уже там, не знаю, там, дофигища лет. Она у меня постоянно с собой. То есть удобно разводить костер, например, да, разжечь там какие-то сухие там ветки, либо наоборот мокрые прогреть, где-то в машине что-то погреть, да, что-то обжечь там. Ну, в общем, рекомендую. Хорошая горелка такая функциональная, прямо в машине тоже должна быть обязательно, если вы летом путешествуете. И сегодня я дополнил свой, так сказать, набор для кемпинга вот таким полезным и крутым компрессорным холодильником компании Maywell. До сегодняшнего момента компрессорного холодильника у меня не было, к сожалению, а теперь он у меня есть. Пару раз брал я подобный холодильник у своего товарища Усани. Саня, спасибо тебе огромное. И первый раз в 2019 году, когда я поехал в Монголию, я тоже взял у Сашки холодильник компрессорный и немножко подофигел от того, как с ним удобно оказывается. И с того момента я вот все как бы думал, надо купить, надо купить, но как-то руки не доходили. Ну и на самом деле лето достаточно у нас короткое. Я большую часть все равно зимой провожу, а для лета как-то все его откладывал. Учитывая, что на тот момент, когда я хотел его купить, не так много их было в России, да, предложений, и стоили они достаточно дорого. Сейчас, конечно, я вот когда стал изучать эту модель, я немножко приятно удивился от того, что в России появилось очень много компрессорных автомобильных холодильников разного размера, разного форм-фактора и разного ценового диапазона. Так вот, давайте про плюс. Конкретно этот холодильник, он 30-литровый, он морозит, продукты замораживает до минус 20 градусов и до плюс, по-моему, 10. Честно, не помню, надо посмотреть. Но суть в том, что он полноценно холодит, то есть не надо путать с охлаждающими, как назвать-то, ну, охлаждающий короб, да, охлаждающий контейнер, где просто там сверху работают вентиляторы, вы туда кладете что-то холодное, включили вентиляторы, и этот короб там, ну, поддерживает немножко там температуру. Здесь же нет, здесь полноценно можно заморозить мясо, там какие-то овощи, не знаю, там, ягоды, там, лед на морозе, даже если надо, там, для каких-нибудь напитков, для коктейлей, если вы любитель этого дела. Сейчас лето, да, у меня к концу лета две экспедиции намечаются, первая на Алтае, потом в Монголию сразу практически, вот, и поэтому мне этот холодильник очень нужен. Ну, и, конечно же, летние поездки с детьми куда-нибудь, там, на кемпинг, да, там, просто на речку, закинул сюда, так сказать, не знаю, там, йогурт или кефир, и подключил его к 12-ти вольтовой розетке прикуривателя автомобиля, поехал, спокойно едешь, здесь всегда холодные продукты. Вот, на стоянке приехал, можно переключить его в стационарную розетку, есть, я, кстати, еще не успел заказать, забыл, есть еще такой адаптер, который работает от 220, то есть этот холодильник можно подключить, занести куда-то в помещение, поставить, включить в розетку, в обычную бытовую, и он тоже будет работать от 220. Холодильник запускается, здесь показывается температура, которая в нем сейчас, соответственно, мы выставляем, например, там, вот, минус 20, и все, он начинает работать. Все, компрессор запускается, через какое-то время здесь будет уже достаточно прохладно. Выставляется вот температура, как и показал, да, то есть режим эконом и максимальный, он 30-литровый, такая же модель есть, 40-литровая, есть 50-литровая, они уже, конечно, совсем большие, то есть, ну, вот, мне для автомобиля 30 литров, в принципе, за глаза, хотя, на самом деле, я бы, наверное, даже вот сейчас я понимаю, что 30, вот, какой он, да, то есть я бы взял даже, наверное, 20-ку, если бы он был, то есть еще поменьше, потому что, ну, как правило, не так много ты здесь продуктов морозишь, даже если ты едешь, ну, исключение, когда ты едешь с большой группой, да, вот здесь, конечно, когда из группы едешь, то там приходится много всего брать. Друзья, все на этом заканчиваем, надеюсь, обзор был не слишком затянут, и самое главное, был для вас полезен. Я поделился с вами списком своего снаряжения, кстати, наверное, внизу под этим видео, в описании, постараюсь, по крайней мере, написать название модели всех, всего оборудования, которое я упомянул. Если у вас есть что-то интересное, какие-то свои интересные наработки, наблюдения, вы тоже обязательно пишите в комментариях, я все читаю, все смотрю. Если что-то там интересное есть, я это всегда беру и применяю, потом тестирую и, соответственно, вам это дело все рассказываю. Ну, на этом все. Делитесь видео с друзьями, используйте правильное снаряжение, грамотно экипируйтесь и путешествуйте, отдыхайте. Все будет круто. Все. До скорых встреч. Всем пока. И, кстати, в комментариях можете написать, ну, задать какую-нибудь тему, о чем снять следующее видео. Все. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok